Ульчинский район посетила заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. Вместе с главой района Анатолием Курицыным и начальником управления образования Ольга Дружковой она побывала в образовательных учреждениях, в которых в этом году запланированы ремонтные работы на средство губернаторского гранта, полученного районом за победу в рейтинге 76. На учреждение образования пойдет почти половина суммы гранта – 9 из 20 миллионов рублей. ПЕСНЯ Первыми объектами визита стали образовательные учреждения деревни Головино. В 2013 году в местной дошкольной группе, расположенной в отдельном здании, была частично отремонтирована крыша и вставлены пластиковые окна. В 2016-м произведен ремонт спальни и кухни. В настоящее время вызывает опасения состояние деревянных перекрытий. Планы Углического муниципального района направлены на то, чтобы улучшить качество жизни жителей Углического муниципального района. Мы сегодня в детском саду, мы видим проблемы, на которые обычно не хватает денег у муниципального района. А сейчас есть возможность привести в порядок здание для того, чтобы детки села Головино находились в хороших условиях, пребывали целый день в комфортных помещениях, в комфортных условиях проживали, пока родители за ними не приходят. В прошлом году по решению главы района в Головинской средней школе был сделан капитальный ремонт помещений для нового пищеблока. Старый пищеблок располагался в здании через дорогу от школы. Чтобы в него попасть, школьникам нужно было пересечь проезжую часть. К тому же помещение плохо отапливалось. Благодаря средствам губернаторского гранта, полученного за победу в рейтинге 76 по итогам 2017 года, новый пищеблок обустроен непосредственно в школе. В этом году администрация района приняла решение выделить из второго гранта средства на частичный ремонт крыши и деревянных перекрытий в здании детского сада, а также на ремонт плоской кровли здания школы. Это, соответственно, 1 миллион и 150 тысяч рублей. Работы запланированы на летний период. А куда вы собрались после школы? Я на воспитателя. А, так сюда? Да, в садик, потом сюда. А сестра? А сестра на повара сюда, в столовой школе. Дом детского творчества, многопрофильное учреждение дополнительного образования располагается в здании, являющемся памятником архитектуры 19 века регионального значения. Здесь назрела острая необходимость ремонта потолка в зале второго этажа. На исследование объекта и изготовление проекта, ремонтных работ и средств гранта выделено 352 тысячи рублей. Что там будет сделано? Будет сделан потолок, будет вычищена лепнина, все повелено, покрашен и сделан пол. То есть полный ремонт нашего зала второго этажа. Мы хотели бы, конечно, чтобы это было сделано, потому что памятник архитектуры, я считаю, что один из красивейших памятников у нас в Угличе, и его нужно беречь. На будущее надеемся, что нам выделят деньги и на ремонтные работы, в зависимости от того, сколько это будет стоить. Я хочу сказать спасибо правительству Ярославской области, что есть такая возможность и работает такой грант на территории Ярославской области. Болевое место – это крыши. То есть мы сегодня будем ремонтировать семь крыш. Если взять по территории Угличского района, это детские сады, это школы. Самый большой объем работ запланирован в одном из зданий детского сада «Сказка» – бывший детский сад «Солнышко». Здесь отремонтируют крышу, внутренние помещения, стены вдоль лестницы в одну из групп. Большое внимание уделят ремонту пищеблока. Если вы сейчас посмотрите, в каком состоянии находятся наши стены, то после ремонта, естественно, это будет все зачищено, это будет все обработано и покрашено. У нас здесь произойдет замена двух окон на пластиковые, сейчас они у нас деревянные. И у нас будет произведен ремонт пола с соответствующей покраской. Всего из средств гранта на запланированные здесь ремонтные работы выделяется почти полтора миллиона рублей. 938 тысяч из них пойдут на ремонт крыши. В прошлом году на 17 объектов сферы образования и средств гранта рейтинг 76 было выделено 11 миллионов рублей. 9 миллионов этого года распределят 18 образовательным учреждениям. Помимо объектов образования, средства гранта пойдут на сферу ЖКХ, на культуру и спорт. В том числе и в двух сельских учреждениях установят экономичные пилетные котлы. Это позволит сэкономить на отоплении десятки миллионов рублей в год.